Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Более десятка медработников получили почетные награды накануне профессионального праздника. Знаков отличия и звания заслуженного работника здравоохранения удостоились тех, кто, не жалея собственного здоровья, боролся за жизнь и здоровье других. На празднике, посвященном Дню Медика, побывала наша съемочная группа. Медикус Медико Амикус Эст. Врач-врачу-друг. Переводит с латинского Людмила Савельевна Цилкович. Без своих коллег, говорит, как генерал без армии. 40 лет она обеспечивает Самаре прирост населения. Работает акушером-гинекологом, заведует кафедрой в Самарском медуниверситете. На празднике, посвященном Дню Медика, Людмиле Савельевне присвоено почетное звание заслуженного работника здравоохранения Самарской области. Мы отвечаем за три жизни. Мы отвечаем за мамочку, за ее репродуктивный орган и за ее младенца и ребеночка. Безусловно, работа у нас очень интересная, работа очень важная и перед нами стоят очень большие задачи. Некоторых из тех, кому Людмила Цилкович помогает появиться на свет, затем лечат Маргарита Семина. К ней в кабинет дети приходят с испугом в глазах, а уходят с красивыми и ровными зубами. Врач-ортодонт уверена, найти общий язык с детьми помогает то, с чего начинается дружба – улыбка. Любые дети – это индивидуальный подход. И моя работа – это работа прежде всего в тендеме врач-пациент. А с учетом того, что у меня на приеме маленькие пациенты, поэтому мне кажется, что в свою работу я вкладываю все в свою душу. За последние годы, по словам специалистов, качество медобслуживания в регионе растет. Увеличилась рождаемость, снизилась смертность от инфекционных заболеваний. Чтобы повысить уровень подготовки кадров для медучреждений, два года назад восемь колледжей Самарской области перевели в ведение Минздрава. Это позволило сегодня увеличить количество медработников. Более 300 человек в минувшем году стали сотрудниками медицинской службы. Мы увеличили количество людей, работающих в сфере медицины, за счет разных, скажем, дополнительных выплат. Пришли люди. 299 человек за три года пришло на село за счет вот этого миллиона дополнительных, миллиона выплаты человеку. А сельской местности, конечно, это тоже очень существенно. Чтобы жители губернии могли похвастаться богатырским здоровьем, в Самаре строятся перинатальные и кардиохирургические центры. В ближайшие три года в регионе появится порядка двух десятков новых лечебных учреждений. Половина из них в сельской местности. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Профессионалов ценят в любой сфере. В Самаре стартовал 15-й всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая». Побороться за первые места прибыли водители из 38 регионов страны. Перед строгим жюри они продемонстрируют свои профессиональные навыки и водительское мастерство. Много разных есть маршрутов в нашем северном депо. Ежечасно, поминутно перевозит он легко пассажиру своих верных 19-й маршрут. Он является примером и его усердно ждут. Ставший родным за годы работы 19-й маршрут водитель Самарского трамвая Фаэля Хилькова может пройти чуть ли не с закрытыми глазами. Так же, как и конкурсную трассу в депо. На тренировке мы уделяли время, которое нам выделило руководство. Нас освободили от линии. К 8 утра приходили и до 5 часов. Плавно тронуться, экстренно затормозить, перевести стрелку. На трассе нужно выполнить множество заданий и пройти ее за минимальное количество минут. Справиться с волнением помогает опыт работы. Нужно иметь нервную систему очень крепкую. Нужно просто безумно любить свою работу, потому что работа очень тяжелая и физически, и морально. За звание лучшего водителя трамвая борются 40 участников со всей страны. Водители Смоленска не прочь поделиться секретом своего мастерства. Постоянное внимание, отвлекаться нельзя ни на что, никогда, ни на одну секунду. Кроме вождения, участники соревнуются в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая, культуре обслуживания. Как все пассажиры, когда встаете, утром едете на работу, вам могут либо испортить настроение, либо его поднять. Особенно это в дороге. Много народу, но настроение хорошее. Водитель сказал две шутки, пару шуток, и никто не замечает, что кто-то кого-то толкал локтями. Участников от имени главы региона поприветствовал первый вице-губернатор Александр Нефедов. Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая» впервые проходит в столице региона. В этом году Самарский трамвай отмечает столетний юбилей. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта – одна из важных задач для муниципалитета – сегодня решается в приоритетном порядке. С начала года Самарский парк пополнили 82 автобуса и 19 троллейбусов. У нас сейчас отрабатывается заявка в Минтрансе региона и Российской Федерации на приобретение дополнительно 50 автобусов, 20 троллейбусов и 20 трамваев. Состязания за звание лучшего водителя будут проходить два дня. По итогам конкурса победитель получит 300 тысяч рублей. Серебряному призеру достанется 150 тысяч, бронзовому – 50 тысяч рублей. Алина Чемерис, Марина Матвешина, Станислав Левин. События. Депутаты готовы работать бесплатно. В сентябре-самарце изберут в районные советы 284 народных избранника. Они призваны решать пусть и маленькие, но очень важные вопросы. Об изменениях в структуре местного самоуправления жителям рассказывает губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Дочь участника Великой Отечественной войны Антонина Пасько на встречу с губернатором принесла письмо с просьбой помочь в благоустройстве могилы отца. Сама женщина одинока и не в силах потянуть немалую финансовую ношу. Сейчас памятник, как говорится, могилка, как говорится, попросила, чтобы мне помогли. Через военкомат позвонила, мне там три телефона давали, ну мне ответили, вроде, отец умер не в таком году, но он при Советском Союзе, как говорится, умер, а нужно, чтобы, как говорится, в последующие годы умер. И вот мне отказали. И вот я прошу помощи, чтобы мне, как говорится, помогли установиться инвалиды Отечественной войны, как говорится, защищавшие Родину память. Решать проблемы конкретных людей, вопросы благоустройства теперь стало проще. В этом помогают общественные советы, созданные во всех микрорайонах Самары. В каждом из них состоят люди, которые лучше всего знают о проблемах на местах. Те, кого поддержат жители, войдут в районные советы депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. Надо сделать так, чтобы местное соуправление, местная власть, люди могли дотягиваться рукой. То есть смысл был такой, что местная власть должна быть максимально приближена к людям. И люди могли бы знать этих, люди-избирателей, могли бы знать, кто эти они, знать в лицо. В лицо, кого они избирают, представляя в местных органах власти ту или иную категорию или тот или иной округ. По словам губернатора, районными депутатами должны стать люди, которых знают и которым доверяют в каждом микрорайоне Самары. Люди, которым не безразлична судьба отдельно взятого горожанина и территории в целом. У самарцев же накопилось множество вопросов, которые будет решить гораздо быстрее на уровне именно районных советов. Я хотела бы поговорить про квартирный вопрос. У меня дом на снос подлежит, даже было решение нашего, как говорится, самарского правительства на снос в седьмом году. До сих пор нас не снесли двухэтажные дома. Дом управления категорически отказывается нам ремонтировать этот дом, потому что у нас нет фонда якобы. Это единственное, что, конечно, то, что сейчас у нас город, и особенно во всех отношениях отвечает тем требованиям, которые подъявляются таким, как вторая столица с нашей стороны. Правда, в последнее время кое-что сделано, но это еще недостаточно. А впереди, как говорят, футбольный форум. Подобные встречи губернатора с жителями региона продолжатся. Люди должны знать об изменениях в структуре местного самоуправления. По мнению Николая Меркушкина, только совместными усилиями можно улучшить уровень жизни в регионе. Мариана Мирная, Павел Пресняков. События. Согласно новой системе местного самоуправления в Самаре, часть вопросов благоустройства будут решать районные власти. Каждый городской район теперь самостоятельное муниципальное образование. В каждом районе созданы общественные советы микрорайонов, которые не оставляют без внимания ни одно предложение горожан. О первостепенном дорогах и тротуарах говорили жители Кировского района на встрече проекта на связи с губернатором. Олимпийская, 43. Жители жалуются. После дождя по двору хоть в болотных сапогах ходи. Дороги нормальной нет. А вот машин в избытке. Причем паркуются автомобилисты прямо на газонах, которые в меру возможностей благоустраивают местные бабушки. Через наш двор ездят машины, все машины. Транспорт стоит. Нам вообще иногда даже негде пройти. Все заставлено. Внутриквартальные дороги требуют внимания и на Алматинской, которую отремонтировали. А вот заезды во дворы все еще с ухабами. Дороги и парковки одна из основных тем. На общественных слушаниях проекта на связи с губернатором в микрорайоне Металлург-3. И дороги нужно привезти не просто так вот, чтобы их погладить, почистить, а хотелось бы, чтобы было продумано. Либо делать какие-то карманы, либо чуть расширить дороги. По новому закону о местном самоуправлении районы Самары вскоре смогут сами решать вопросы благоустройства. В каждом будет собственный бюджет. Определять, какие именно дороги нужно ремонтировать в первую очередь, власти будут вместе с жителями. На основе тех предложений, которые звучат на общественных слушаниях. Связующее звено между жителями и властью общественные советы микрорайонов, которые активно включились в работу с первых дней создания. За тот период, пока мы работаем, вопросы, которые проявились у нас в поселке, это первое, что есть благоустройство, это чистота дворов, состояние тротуаров, о дорогах мы много говорим, дистанционированные парковки и точки разлива спиртных напитков и продаж. Во всех наших начинаниях, которые будут, мы просьбуем вам не быть в стороне, поддерживать нас. Общественный совет «Металлурга-3» регулярно встречается с жителями во дворах. Там тоже собирают предложения. И, конечно, в приоритетах дальнейшей работы будут все инициативы и просьбы горожан, озвученные на встречах проекта на связи с губернатором или же оставленные в специальных анкетах. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Предварительное народное голосование прошло в Ленинском районе Самары. Пикеты, где жители могут сделать свой выбор, посетили тысячи горожан. На одном из них побывала Алина Чемерес. Все проблемы и чаяния жителей на карандаше. Уже 17 лет Надежда Ивановна Курапова работает председателем совета ТОС Струковский и хорошо знает, что волнует ее подопечных. Говорит, раньше, чтобы спилить во дворе дерево или установить скамейки, приходилось долго ждать, пока обращение пройдет всей инстанции. Теперь уверена, возможность решать такие вопросы на местах существенно улучшит жизнь горожан. Практически нет детских площадок. А ребятишки растут. В мою бытность уже три поколения выросло. Уже и дети появились, и внуки. А площадок как нет, так и не было. Они не просят там какое-то благоустроенное, потому что территорию не позволяет. Достаточно там какие-то малые формы. Качельки, песочница. Вот имея бюджет в районе, эти проблемы будут решаться по заявительному принципу. В микрорайоне Струковский проживают более 8 тысяч человек. Им предстоит выбрать кандидатов, которые примут участие в выборах в районные советы депутатов. Партия «Единая Россия» организует предварительное народное голосование. На пикетах всегда многолюдно. Горожане считают, от их выбора зависит благополучие микрорайона. Да и будущих народных избранников знают лично. Искренность есть в наших руководителях. Веришь им, доверяешь. Поэтому за них голосуешь. Настоящим. Я решил поддержать кандидатов от нашего, по крайней мере, вуза, которые вошли также в общественный совет. И хочу проявить свой гражданский долг, чтобы потом быть ответственным за то, что происходит у нас в городе. Я постоянно хожу на все выборы, потому что считаю, что каждый гражданин России должен ходить и голосовать, свой голос отдавать за тех, кого он считает нужным. Предварительное народное голосование уже завершилось в Железнодорожном, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах города. Сейчас голосуют Ленинский и Красноглинский. Сделать свой выбор горожане смогут до конца месяца. По итогам голосования кандидатами в районные советы депутатов станут 568 человек. А уже 13 сентября в Самаре пройдут выборы, по результатам которых определятся 284 народных избранников в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Их существование достойно того, чтобы быть запечатленным в камне. Мать, боевая подруга, жена и по стасию женщин великое множество. Идея поставить памятник женщине зародилась в Самаре в конце прошлого года. И вот уже в сентябре столица региона обретет еще одну скульптуру. Крылья за спиной, покорный силуэт и рот закрытый рукой. Так увидел мать, провожающую на фронт своих сыновей автор проекта Николай Куклев. По его замыслу скульптура должна быть высотой 3,5 метра и весом почти тонну. Из нескольких вариантов памятника самарской женщине победил именно этот. Художнику предстоит выполнить бронзовый проект в кратчайшие сроки. То, что выпало на долю женщин тех лет, они, на мой взгляд, не могли не оставить отпечатка на женщину. То есть им пришлось стать жестче. Где-то в этой скульптуре мы решили отразить фрагменты такие одежды, складки, которые местами даже формируют какую-то броню. Искиз утвердил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов после голосования жителей на сайте думы и рекомендаций комиссии «Культурная Самара». Проект несет в себе несколько философских концепций, объединенных темой 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Я хочу сказать, что это все равно, конечно, являясь скульптурной композицией, памятником поколенческой благодарности женщине, то есть старшего поколения, но это в равной степени, на мой взгляд, относится и к матери, и сегодняшней, потому что мама воспитывает, готовит человеку в жизни, мужчину, женщину, и мать всегда провожает, провожает и сегодня, и ждет. Памятник появится в преддверии Дня города в сквере Родина на улице Победы. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Любим помним, в Самаре на здании театра драмы имени Горького открыли мемориальную доску актеру Александру Амелину, который два года назад ушел из жизни. Сколько он еще мог бы сыграть и скольких молодых артистов научить, остается только догадываться, но его имя останется с нами навсегда. Маленькая Маша Амелина, мужественная и почти без слез, стоит в толпе коллег и друзей своего отца, известного актера Александра Амелина-старшего. Добрые слова в честь папы – еще одно доказательство, что его помнят и любят. Лучше бы мы смотрели его прекрасные работы, лучше бы он был с нами на сцене, с нами в жизни, всегда шутливый, всегда обаятельный, всегда энергичный. И, конечно, нам его очень не хватает. И я могла бы так сказать, что светлая память ему, и мы его очень-очень любим. Легкая ироничная улыбка, увековеченная на лице актера работа скульптора Карена Саркисова. Ваять артистов ему приходится не в первый раз. Вера Иршова, Петр Монастырский – тоже его работы. На предложение Самарского драматического театра сделать мемориальную доску Александру Амелину сразу откликнулся. Личное бы общение не помешало всегда, к тому же он был такой молодой, никто не думал, что так все случится. А когда дошло дело до портрета, сначала было мало фотографий, потом оказалось, что там какие-то нету профилей. И вот мне присылали фотографии во время спектаклей сделанной, где-то он все время в мимике. И вот это было сложно. Актер, учитель – просто хороший человек. Директору театра Вячеслава Гвоздкова он был еще и близким другом. Они ездили на рыбалку, ходили в гости друг к другу. Все потому, что Амелин умел сохранять субординацию, говорит Вячеслав Гвоздков. Он никогда в жизни не нарушил дистанцию. Он никогда в жизни не назвал меня по имени. Он всегда обращался в Вячеслав Алексеевич. А я к нему Сан Саныч. Санечка. Иногда хомяком обзывал. В памяти в актере на одной из стен театра вместе с Ершовой и Симоновым теперь и Александр Амелин. Актеру друзья дарят цветы и аплодисменты. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Наш телеканал и расширяет зону своего вещания. Настройте Самара ГИС в кабельной и цифровой сети Волга Газ Телеком. Смотрите нас онлайн на сайте Самара.ТВ и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банкиры просят увеличить лимиты по льготной ипотеке. На днях Сбербанк обратился в Минфин за увеличением лимита по ипотеке с господдержкой до 200 миллиардов рублей. Сейчас лимит Сбербанка 143,5 миллиарда рублей. С таким же обращением выступил Банк Санкт-Петербург. Он практически исчерпал лимит в 7,5 миллиардов рублей. ВТБ-24 будет подавать соответствующую заявку в июле. Совкомбанк из программы вообще выходит. В Центробанке ожидают восстановление ипотечного кредитования в России в ближайшие месяцы. Ага, сейчас все бросятся. В Центробанке почему-то никогда не учитывают реальные доходы населения. За 2014 год среднемесячная зарплата врачей увеличилась на 9,4%. Разница в соотношениях средней зарплаты врачей и медперсонала к средней зарплате в субъектах России уменьшилась до 1,6 раза. В целом заработные платы медицинских работников растут. За 2014 год среднемесячная зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих иное высшее образование, увеличилась на 9,4% и достигла 46 200 рублей. Зарплата среднего медицинского персонала выросла на 9,2% до 26 300 рублей, заявляет Минздрав. Один вопрос, а врачи об этом знают? Марокко борется за российских туристов. В 2014 году здесь побывали 36 тысяч наших соотечественников, что на 22% меньше по сравнению с 2013 годом. В Марокко считают, что рекламная практика туризма в России остается на нуле, и это вина марокканского же Минтуризма. Туроператоры хотят начать с изменения отношения российских туристов к стране, которая, по мнению абсолютного большинства, пока что не способна предоставить качественный туризм. Но я тут маленькое исследование провел. Так вот, в низком спросе со стороны россиян виноваты цены. Почти 150 тысяч на двоих в три звезды на пять ночей. Российский фондовый рынок открылся нейтрально. Индекс ММВБ в небольшом минусе на отметке 1665 пунктов. Среди лидеров Роста – МВидео, Эон Россия, НЛ Россия, ТМК, Ростелеком и Дикси. Аутсайдеры – Транснефть, ГМК, Норильский Никель, группа Пик, Башнефть и Роснефть. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские и европейские индексы показали во вторник положительную динамику. Фондовые индексы Азии изменяются разнонаправленно в ожидании решения ФРС США. Курс доллара на 17 июня – 54,04 рубля, курс евро – 61,10 рубля, золото стоит 2053 рубля за грамм, серебро стоит 27,85 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 63,78 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Ульяновской области. У них одна золотая медаль. У сборной Самары три награды разного достоинства. Чемпионкой стала Варвара Федорова. Первое место в командном зачете у Тольятти. Восемь медалей в копилке. По три бронзы и серебра, и два золота. В Саранске Мордовия я финишировал финал спартакиаду учащихся Приволжского федерального округа. В сборной Самарской области по баскетболу без проблем добралась до финала, где легко разделалась женской сборной Татарстана. Счет матча 55-30. Впереди у самарских баскетболисток всероссийский финал. Игры намечены в июле в Ростове-на-Дону. Евгений Ищенко выиграл золотую медаль в личном зачете на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров. В квалификации самарский снайпер выбил 622 очка. Финал оказался сложнее для Ищенко. Однако 203 балла сделали его чемпионом. На втором месте индийский спортсмен Ахил Шауран. Третий у россиянина Романа Майлкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова